В эфире «Наше время» в студии Анна Нищенко. Здравствуйте! И далее о главных событиях четверга. Погибший и раненый российская армия ударила по пансионату в Сумах. В момент удара там было более двух сотен пациентов, из которых десятки тяжелобольных. Людей вывозят в другие места, где они будут находиться. Подготовили врачей, потому что люди нуждаются в психологической и медицинской помощи. Помощь Украине из-за мороженных российских активов. ЕС передаст средства для восстановления энергообъектов, поврежденных из-за обстрелов армии РФ. Это справедливо, что Россия платит за разрушение, которое она спровоцировала. Мы знаем, что нужно больше. Киев может вступить в Евросоюз до конца десятилетия. Посол ЕС в Украине отметил инициативность Киева в стремлении вступить в Союз. Нацполиция под обстрелами армии РФ эвакуирует местных жителей с прифронтовых территорий. Смотрите специальный репортаж о работе подразделения «Белый ангел». Сегодня у нас запланирована эвакуация в городе Мирноград, район шахты. Будем забирать дедушку. Недавно вывезли его жену. Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки. Визит состоится на следующей неделе. В планах президента выступления на Генеральной Ассамблее ООН и двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций на полях Генассамблеи. Также Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байдена, чтобы предоставить ему план победы. Европейский Союз выделит Украине средства для восстановления энергообъектов, поврежденных вследствие обстрелов армии РФ. Речь идет о 160 миллионах евро, из которых значительная часть суммы получена от замороженных российских активов. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн. Деньги пойдут на восстановление энергообъектов, экспорт электроэнергии, стабилизацию производства и распределение электроэнергии в Украине. По словам президента Еврокомиссии, Киеву уже предоставили по меньшей мере 2 миллиарда европоддержки для энергетической безопасности с февраля 2022 года. Это справедливо, что Россия платит за разрушение, которое она спровоцировала. Мы знаем, что нужно больше. Поэтому мы должны продолжать переводить часть доходов от обездвиженных российских активов на энергетическую стойкость Украины. Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Европейский Союз готов усилить свою поддержку Украины. Мы готовимся к зиме вместе. После этой пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы лично обсудить эти вопросы с президентом Зеленским. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн прибудет в пятницу 20 сентября в Киев с визитом. На встрече с президентом Владимиром Зеленским будет обсуждать меры запланированной ЕС для поддержки энергетической безопасности Украины этой зимой. Вступление в ЕС. И это необходимо осознать. Это не только технический процесс переговоров о членстве, который сам по себе требует времени. Это также политическая ратификация во всех странах-членах, потому что вступление нового члена означает изменение договора ЕС. Поэтому он должен быть ратифицирован в том формате, которого требует каждая из стран Евросоюза. А это всегда занимает определенное время. Катерина Матернова, посол ЕС в Украине в интервью Европейской правде. По мнению посла Евросоюза, Украина имеет все шансы в следующем году запустить переговоры по нескольким разделам. Темпы станут более понятными через некоторое время. Матернова напомнила, сейчас идет процесс анализа расхождения между украинским законодательством и европейским по всем сферам, чтобы определить, что и как нужно будет менять для готовности к вступлению в ЕС. Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него, среди прочего, вошли два десятка танков «Леопард» и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Германии. Помимо этого, Украина получит бронеавтомобили, самоходные установки, разведывательные беспилотники и миллион боеприпасов к огнестрельному оружию. Всего с начала полномасштабного нападения России на Украину Германия предоставила помощь на сумму более 5 млрд евро. Европарламент принял важную резолюцию относительно Украины. Она касается снятия ограничений на использование Украины западного вооружения для ударов вглубь РФ. За резолюцию поддержка Украины странами-членами ЕС проголосовали 425 евродепутатов. Против – 131. Также в Европейском парламенте призвали страны Евросоюза выполнить обещания 2023 года. В частности, по поставке 1 млн боеприпасов Украине. В Европарламенте также призвали наращивать поставки оружия Киеву и участвовать в стратегической коммуникации внутри самих государств, чтобы объяснить важность обороны Украины для более широкой стабильности в Европе. Кроме того, в резолюции Европарламента призвали жителей стран ЕС больше донатить на помощь Украине, чтобы обеспечить стабильность поставок вооружения. Европарламент приветствует и одобряет общественные усилия и общественные инициативы краудфандинга в некоторых государствах-членах для обеспечения стабильных поставок оружия в Украину. Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с вице-премьер-министром министром иностранных дел Молдовы Михаим Попшоем в Кишиневе. Стороны подтвердили добрососедские отношения и обсудили шаги для ускорения вступления Украины в ЕС и противодействия российской дезинформации. Об этом дипломаты написали в соцсети ИКС. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Румынию сбивать российские дроны, в частности те, что залетают на территорию этой страны НАТО. Соответствующую просьбу со стороны Киева озвучили в Бухаресте во время встречи Сибиги с его румынским коллегой Луменицей Адабеску. Об этом сообщают в СМИ. Напомню, ночью 25 июля РФ атаковала Украину, применив 38 дронов. Три БПЛА исчезли из поля зрения украинских сил ПВО после пересечения границы с Румынией. Поезд позднее обломки российского беспилотника нашли вблизи села Плауру в Тульчинском уезде Румынии. Там во время атаки РФ на Украину объявили воздушную тревогу. Румыния может создать учебный центр для подготовки украинских морских пехотинцев. Для этого необходимо, чтобы его создание одобрил парламент страны. Это предложение стало частью усилий контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Создание центра будет поддержано международным сообществом, а Великобритания возьмет на себя финансирование на начальном этапе. Ожидается, что центр будет функционировать в течение двух лет с возможностью продления. Румыния сохраняет за собой право прекратить участие в проекте по мере необходимости. 95 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке Генерального штаба ВСУ. Ситуация на фронте характеризуется особой активностью армии РФ, но украинские воины продолжают стойко держать оборону на земле, воде и в воздухе. Больше всего атак российские оккупанты провели на Покровском и Кураховском направлениях. Используют авиацию и идут штурмом на украинские позиции. Вооруженные силы Украины отбили атаки российской террористической армии в районах Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки и Мариновки, что на Покровском плацдарме. Продолжаются бои вблизи Цухрина, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. Существенных успехов у них нету, да, существенно затормозились их продвижения в сравнении с тем, как это было две недели, две с половиной недели назад. Успеха там не имеют. Есть попытки у них наступления на направлении Купинск-Лиман, но в той стороне есть у них тоже подвижки. В самой Харьковской области у украинских вооруженных сил есть успехи в убивании российских войск с территории Харьковской области, есть закрепления. Российские оккупанты перебрасывают технику с Херсонского направления в Курскую область. Об этом сообщает партизанское движение «АТЭШ». Агенты отследили перемещение вооружения, боеприпасов, военной техники 810-й бригады морской пехоты РФ. По данным партизан, на рембазах во временно оккупированном Крыму россияне активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область. «АТЭШ» предположили, что это говорит о нехватке вооружения в армии РФ. Тем временем украинские разработчики модернизируют вооружение сил обороны. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 200 разработок от участников «Брей-1» соответствуют стандартам НАТО. Среди разработок 110 беспилотников, 30 наземных роботизированных комплексов, 30 средств радиоэлектронной борьбы, средства связи, транспорт и другие технологические оборонные решения. Значительную часть уже закупают и активно используют наши военные. В свою очередь в Кремле хотят увеличить количество производства дронов. Вооруженные силы РФ в 2023 году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов. В этом году их выпуск планируется увеличить в 10 раз. Также в Москве хотят увеличить численность армии на 180 тысяч человек до полутора миллионов военнослужащих. Но планы Владимира Путина могут столкнуться с трудностями. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. По данным британской разведки, стремление расширить вооруженные силы будет затруднено продолжающимися тяжелыми потерями, понесенными в войне против Украины и проблемами с набором личного состава. Конечно, потери в виде убитых, раненых, средне-тяжело раненых, которые не могут уже ходить, передвигаться, списанные, пропавшие без вести, попавшие в плен, 500-ые, которые сбежали из своих воинских частей. Российское руководство не может сказать, мы тут вот посмотрели, у нас столько потерь, нам нужны новые люди. Поэтому они вот так витиевато говорят, что мы увеличиваем свою армию. Но по факту количество, живое количество людей там остается неизменным. Они и дальше будут увеличивать, там до, там сейчас 1,5 миллиона военных, сделают через год, например, 1,7 миллиона, потом будет 1,8 миллиона. Но количество голов будет оставаться неизменным. Тем временем украинские пограничники продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику на Волчанском направлении. С помощью ФПВ и дронов пограничники бригады ГАРД поразили замаскированный автомобиль россиян, нагруженный боеприпасами, а также минометную позицию вместе с россиянами. Кроме этого, были обстреляны места укрытия личного состава противника. 1130 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 638 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 14 российских танков, 13 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы. Кроме того, силы обороны Украины сбили 63 БПЛА, а также поразили 55 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Один человек погиб и 12 получили ранения вследствие удара российских оккупантов по гериатрическому пансионату в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. В пятиэтажном учреждении на момент удара находилось 211 пациентов, из них 37 тяжелобольных и 60 человек персонала. Удар частично разрушил технический и пятый этаж здания. Людей под завалами нет. Тем временем в оперативном командовании «Север» заявили, что захватчики нанесли удар управляемой авиабомбой. Людей вывозят в другие места, где они будут находиться. Подготовили врачей, потому что люди нуждаются в психологической и медицинской помощи. Работают все службы – спасатели, полиция, оказывается вся необходимая помощь. Развернули штаб с людьми, работают психологи. Удар был днем, когда пациенты обедали или отдыхали. Реагировал на удар по пансионату для пожилых людей в Сумах Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул, Россия не могла не знать, что это не военный объект. Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении. Также глава государства сообщил о важных переговорах с международными партнерами. Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании было почти 300 человек, более 200 пациентов и 60 человек персонала. Идет эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей не военная база, не военный объект. За одни сегодняшние сутки в настоящее время российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим. Готовимся к важным переговорам с нашими европейскими партнерами. С президентом Еврокомиссии Урсулой Фундерляем. Сейчас, перед зимним сезоном и вообще этой особо весомой осени, у нас много вопросов, которые критически влияют на Украину, на жизнь наших людей. Разумеется, энергетика – это неотложный приоритет. Фронт – неизменный приоритет. Это снабжение и совместное производство оружия. Политическое взаимодействие. Мы уже начали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, и процесс переговоров должен быть таким активным, который действительно укрепляет всю европейскую систему. Никаких сомнений в силе европейского проекта быть не может. А также тематика российских активов – то, что должно быть направлено на защиту жизни в Украине от российской агрессии. Есть четкое решение о 50 миллиардах для Украины за счет российских активов и требуется механизм реализации, чтобы в ближайшее время было ощутимо – такая поддержка для Украины есть. Я благодарю всех, кто помогает Украине. Я благодарю всех наших людей. Российские оккупанты дронами атаковали Днепровский район Херсона. Ударили по жилым домам, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрачко. Также армия РФ обстреляла садовое. Там взрывную травму и осколочное ранение ноги получил жилой мужчина. Еще одного раненого госпитализировали со взрывной травмой и сотрясением головного мозга. Пол третьего ночи услышали взрывы, все вот повыскакивали, посмотрели. На улице там машин, пуча наших, что возле подъезда стояли и там. Ну и тут вот окна все повылетали. В подъезде вылетели окна. В родине, пострадавших все, как говорится, живы-здоровы. Вследствие российского обстрела в Харьковской области погиб мужчина. В этот день ему исполнилось 85 лет. В поселке Вильча повреждены жилые дома и административные здания. Российские войска атаковали и Купинск Харьковской области. Они сбросили 12 управляемых авиационных бомб. Повреждено по меньшей мере 13 частных домов. Шесть человек ранены. Их госпитализировали. По словам главы Купинской РВА Андрея Коношевича, противник наращивает интенсивность обстрелов. В частности, под постоянной угрозой находятся населенные пункты вдоль реки Оскол. Армия РФ бьет и по Харькову. Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов, в Салтовском районе из-за обстрелов кабами пострадала гражданская инфраструктура. А в индустриальном районе повреждено здание школы, детского сада и одного многоквартирного дома. Подразделение национальной полиции «Белый ангел» эвакуирует мирных жителей из прифронтовых территорий, часто под артиллерийскими обстрелами террористической армии РФ. Лекарства, продукты, вода – людям все это привозят полицейские. Об очередном опасном выезде экипажа – далее в материале. Сегодня у нас запланирована эвакуация в городе Мирноград, район шахты. Будем забирать дедушку. Недавно вывезли его жену. Он категорически отказывался. А вчера позвонил и сказал, заберите меня отсюда, больше не могу. Внутри полицейского микроавтобуса «Белых ангелов» бронированная капсула для эвакуации гражданских из зоны активных боевых действий. Машина мчит по Мирнограду, он расположен вблизи Покровска. Первое, что бросается в глаза – практически полностью пустые улицы. Вон дом догорает. И воронка какая. Ого! На земле FPV-дрон «Россиян». Он не разорвался. В какой-то момент над машиной начинает летать другой беспилотник. К счастью, свой. Для подобных подарков у нас есть вот такое ружье. Бьет дробью в цель. Неоднократно выручало. Белые ангелы забирают пожилого мужчину. Здесь все время звучат взрывы. Иногда снаряды в прямом смысле свистят над головой. Сегодня каждую минуту две канонада. Это, похоже, артиллерия. В Мирнограде громыхает практически беспрерывно. Фронт совсем рядом. Вещи пенсионера грузят в автомобиль. Мужчина, говорит, не выдержал постоянных обстрелов. Поэтому и решился на эвакуацию. Да, просто ночью сердце схватило. Во время поездки машина разворачивается. Сейчас еще поступила заявка на эвакуацию женщины. Тоже в Мирнограде. Будем забирать. Рита рассказывает, совсем недавно отказалась от предложения уехать. Но во время очередного обстрела не выдержала. Этой ночью она была более-менее еще. А с шести утра началось такое, что просто не понимали, что... Да и решила еще неделю назад. Все никак не могла решиться, что... Уже припекло, что уже колбасит все. Гражданских вывозят в более безопасное место. Далее им необходимо пересесть в автобус и ехать в относительно спокойные регионы страны. Фактически каждый день у нас есть выезды в Мирноград, Гродовскую общину, Покровскую. Как видите, это в условиях постоянной работы вражеской артиллерии. FPV-дроны нас атакуют. Но сегодня все обошлось. Министерство финансов США вводит санкции в отношении физических и юридических лиц, причастны к незаконным финансовым транзакциям между Россией и Северной Кореей. Об этом заявили в пресс-службе американского Минфина. Незаконная сеть между Москвой и Пхеньяном связана с двумя госбанками КНДР. Через них страна нелегально получает иностранную валюту для финансирования своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Российский Центробанк организовал схему транзакций, используя банк в оккупированной России Южной Осетии. Турецкие банки отказывают российским компаниям в проведении платежей в Евросоюз и другие страны, пишет The Moscow Times. Подобная ситуация уже была в начале 2024 года. Тогда турецкие финучреждения избегали операций с российскими клиентами, опасаясь вторичных санкций США. Со временем транзакции частично возобновились. Теперь на политику турецких банков повлияло ужесточение требований европейских кредитных организаций. Тему продолжит Лариса Петрук. Банки Объединенных Арабских Эмиратов, Китай, а теперь и Турция отказываются принимать платежи из России. Санкции США, введенные в декабре 2023-го, оказались одними из самых болезненных для российской экономики. Тогда президент Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции в отношении банков из третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому ВПК. Проблемы с трансграничными платежами признала глава Центробанка России Набиулина. Важно, что они все-таки начали признавать, что санкционное давление является ключевым фактором, который работает на это все. Что за этим последует? За этим последует то, что кредиты будут недоступны. Она все в своих рассуждениях говорит, что у предприятий хорошая прибыль, но, как мы говорили, эта прибыль сконцентрирована в десятки секторов. Нефть, банки, металлурги, химики, те, кто работает на экспорт. В основном экономика работает бесприбыльно, или в убытках, или с низкой рентабельностью. Это значит, будет замедление экономики. В ноябре 2023 года Минью США арестовал пятерых россиян по обвинению в незаконном экспорте в Россию товаров двойного назначения. В августе 2024-го на Кипре арестовали россиянина Артура Петрова за то, что он поставлял американскую микроэлектронику в Федерацию через подставные фирмы. По запросу Вашингтона Петрова экстрадировали в США. Недавно Минью США сообщил о новом аресте. По подозрению в нарушении экспортных ограничений, отмывании денег и незаконных поставках в Федерацию микроэлектроники двойного и военного назначения задержали россиянина Дениса Постового. Экспортируемая микроэлектроника может использоваться в беспилотных летательных аппаратах. Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других местах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у дистрибьюторов из США и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий Министерства торговли США. Из сообщения на сайте Министерства юстиции США. Несмотря на санкционное давление Запада, у Кремля остаются теневые резервы. Которыми он может воспользоваться для продолжения войны против Украины, пишет The Moscow Times. Эти средства могут помочь Москве, если упадут цены на нефть, а притока валюты для оплаты импорта не будет. Однако до сих пор неизвестно, насколько ликвидны и, главное, доступны эти резервы. Скорее всего, теневые резервы представляют из себя деньги крупных компаний-экспортеров. В 2022 году Россия получила рекордные сырьевые доходы – 591,5 млрд долларов и рекордный в истории профицит платежного баланса – 227,4 млрд долларов, который уменьшился в 2023 году, но остался значительным. Валюта в таких объемах не попала ни на российские счета, ни в резервы, находящегося под санкциями Центробанка. Размер, накопленный за рубежом кубышки, равен половине российского федерального бюджета. Сопоставим со всем золотым запасом Центробанка и почти вдвое превышает его собственные валютные резервы. Из публикации издания The Moscow Times. Эксперты уверены, западные санкции, дефицит кадров, трата колоссальных сумм на продолжение войны против Украины в 2025 году приведут российскую экономику к серьезному кризису. Я думаю, что если они будут упорствовать и Путин примет решение продолжать сегодняшнюю линию и выжимать все соки из экономики, чтобы ее финансировать, это приведет к быстрому раскручиванию такой нисходящей спирали. Вот такой вот мой прогноз. Все больше разговоров, что 2025 год становится чем-то таким прям очень интересным. То есть самые разные тупики ресурсных возможностей для Путина, вот они все наступают и сойдутся в одной точке. Агрессивная политика Кремля бьет не только по доходам крупных корпораций, но и по кошельку каждого россиянина. Зарплаты федерации выросли, но в основном в военно-промышленном комплексе. Впрочем, доплаты съедает растущая инфляция. Это видно на примере цен на продукты. По данным Росстата, в июле 2024-го, в сравнении с июлем 2023-го, курятина в России подорожала более чем на 12%. Куриные яйца на 38%, ржаной хлеб на 15%. Несмотря на сезонность, рекорды побили овощи. Помидоры подорожали на 35%, огурцы на 32%, картофель почти на 23%. Данные Росстата не объективны, утверждают эксперты. Реальный рост цен федерации значительно выше. МИД Украины призывает организаторов швейцарского кинофестиваля «Тюрихфильмфестивал» исключить из программы показ пропагандистского фильма под названием «Россияни на войне». Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев. Дипломатическая команда Украины будет и дальше отстаивать изоляцию агрессоров в культурной и других сферах. Мы призываем организаторов «Тюрихфильмфестивал» не портить репутацию фестиваля показом фильма «Russians at War». Это пропагандистский фильм, отбеливающий военные преступления, а не документальное кино. Настоящие россияни на войне – захватчики, военные преступники и насильники. Покрывая их, вы становитесь их соучастниками. Георгий Тихий, спикер Министерства иностранных дел Украины. В соцсети X. Израильские военные атаковали объекты Хизбалы в Ливане, чтобы уничтожить террористический потенциал и инфраструктуру. Для этого они использовали авиацию. Такое заявление опубликовала Армия обороны Израиля в соцсети X. На протяжении десятилетий Хизбала использовала в качестве оружия дома мирных жителей. Рыва под ними туннели и использовала гражданских лиц в качестве живого щита, превратив юг Ливана в зону боевых действий. Цахау проводит операции по обеспечению безопасности на севере Израиля, чтобы дать возможность жителям вернуться в свои дома и достичь военных целей. Армия обороны Израиля. В соцсети X. Ранее министр обороны Израиля Юав Галланд заявлял, что начинается новая фаза войны. Поэтому Цахал, армия обороны Израиля, сосредотачивает свои ресурсы на Северном фронте, вблизи границы с Ливаном. Об этом пишет издание Times of Israel. Кроме этого, Галланд на авиабазе Ромат Давид сообщил военнослужащим военно-воздушных сил Израиля, что цели на севере четкие и простые – безопасно вернуть жителей тамошних городов в их дома. Уже в среду одна из дивизий Цахал была развернута на севере Израиля, вблизи границы с Ливаном, где действует группировка Хизбалла, которую поддерживает Иран. Мы перемещаем силы, ресурсы, энергию на север. Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. Это наш долг, и мы выполняем его одновременно. Мы должны приспособиться. Это касается всех, особенно тех, кто находится в воздухе или контролирует то, что находится в воздухе. Потому что Хизбалла сильнее – это не Хамас, это нечто иное, и нам нужно подготовиться к этому соответствующим образом и принять этого внимания. Президент Владимир Зеленский вручил награды представителям национальной паралимпийской сборной Украины, участников летних игр в Париже. Он отметил, победы паралимпийцев доказали, что украинцы способны преодолевать абсолютно любые препятствия и сложности. Напомню, сборная Украины заняла седьмое место в медальном зачете паралимпийских игр в Париже 20-24, получив 82 медали. Мы гордимся своими спортивными героями. Ведь паралимпийцы еще раз продемонстрировали миру, что украинцы – нация сильных людей. Ваши победы в очередной раз доказали. Наши люди способны преодолевать абсолютно все препятствия и сложности, и как никто умеют бороться и побеждать. Спасибо вам за вашу силу, за это ваше умение быть выше любых обстоятельств. Я хочу поблагодарить всю нашу украинскую команду, каждого и каждую, кто работает со сборной, кто помогает и кто вас постоянно поддерживает. Весь видеоконтент «Фридема» – это информационный материал, аналитические программы, важные интервью и не только, доступен в YouTube. Найти наш канал поможет код на экране. Сканируйте его и переходите по ссылке. Ну а в этом выпуске я ставлю точку. Эфир «Фридема» продолжит Катерина Вишневская. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова